приветствую всех вы на канале все получается вкусно и с вами галина предлагаю приготовить вкуснейшую закуску это квашеные фаршированные баклажаны мы их просто обожаем чудесная закуска и для этого я взяла 2 килограмма баклажан баклажаны лучше выбирать молоденькие и вот такие вот коротенькие и пузатенькие и для этого еще понадобится зелень петрушка кинза у меня чеснок и морковь у баклажан отрезаю хвостик и разрезаю пополам но не до конца вот так и теперь баклажаны нужно отварить воду слегка подсаливаю и опускаю туда баклажаны не все варить буду партиями накрывал тарелка чтобы они не всплывали и как только вода закипит варим 5-7 минут у меня молодые баклажаны скорее всего мне хватит пяти минут а пока приготовим рассол я взяла 2 литра воды и кладу туда лавровый лист душистый перец и черный перец горошком и на литр воды кладем две столовые ложки соли с небольшой горкой и как только рассол закипит варю 10 минут и выключаю и рассол нужно хорошо охладить ну вот баклажаны уже сварились проверяем вилкой протыкаем если легко вилка входит значит баклажаны уже готовы варились они у меня пять минут вынимаю баклажаны и сразу же отправляю их под холодную воду нужно и хорошо охладить остывшие баклажаны кладу в дуршлаг и вот так их на бачок чтобы жидкость стекала уложила все баклажаны сверху кладу тарелку и какой-нибудь груз и оставляю их на час чтобы вода хорошо с них вытекла а пока подготовим начинку натираем морковку на терке по корейски только держим морковку чуть-чуть с наклоном чтобы морковка была коротенькая вот такая тем к морковке добавляю порезанную зелень у меня петрушка и кинза и затем чеснок и теперь все хорошо перемешиваю немного присаливаю и снова перемешаю и начинка готова прошел час баклажанов хорошо вышла влага посмотрите какие они стали и теперь будем начинять беру баклажан открываю его и кладу начинку начинки кладите побольше потому что она утрамбуется и ее будет как раз достаточно вот так немного сжимая их и укладываю в кастрюлю или в контейнер где мы будем квасить я буду квасить в кастрюле на дно кастрюли я кладу порезанный на пластинки чеснок и порезанный сельдерей обязательно сельдерей дает великолепный вкус квашеным овощам я кладу немного острого перца чтобы сильно остро не было и сверху выкладываю баклажаны вот так плотненько кладу их друг другу все баклажаны уложила сверху посыпаю опять пластинками чеснока и сельдерея и вливаю остывший рассол обязательно чтобы он был холодный и покрывал баклажаны примерно на два пальца затем сверху кладу тарелку чтобы баклажаны не всплывали и какой-нибудь груз и оставляю мариноваться на три дня желательно чтоб температура была 22 градуса найдите такое место иначе баклажаны быстро скиснут и будут очень кислые вот 22 градуса это прекрасная температура для квашения баклажанов прошло три дня баклажаны уже готовы и сейчас я буду вынимать и покажу вам какие они получились и сейчас я разрежу и попробую ой такие же они вкусные я их просто обожаю вот вы знаете на любой праздничный стол поставить это же очень красиво и вкусно ну какая же да вкуснятина ароматно вкусно бесподобно приготовьте обязательно такие баклажаны вы не пожалеете красотища и вкуснотища через три дня баклажаны убираем в холод хранить их можно в холодильнике а можно положить в пакетик по две штучки и заморозить тоже будет прекрасно хранится а еще можно положить в банки закипятить рассол и залить горячим рассолом и закрутить прекрасно тоже хранится я переложила в контейнер и отправляю в холодильник но если понравился мой рецепт не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями всего вам доброго удачи на кухне до новых вкусных встреч пока пока